Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Перед устаревшими польскими Т-72 и ПТ-91 Тварди российские модернизированные танки имеют преимущество, признал в интервью Дефенес 24-х директор Института военной стратегии Академии боевых искусств, генерал-лейтенант Богуслав Самол, в 2012-2015 годах возглавлявший командование многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток». По его словам, Россия и страны НАТО имеют различные концепции использования танков. Западным государством, как утверждает военный, танки необходимы для обороны. В России же танки предназначены в основном для наступательных операций, проводимых с использованием большого количества боевых машин на выбранных направлениях в рамках запланированных наступательных военных операций, заявляет генерал-лейтенант. По мнению военного, замену Т-72 и ПТ-91 Тварди следует разместить в восточной части Польши, граничащей с потенциальным агрессором. Проникновение потенциального агрессора вглубь территории страны означало бы потерю почти третьей территории страны вместе с ее населением и экономическим потенциалом. Кроме того, следует помнить, что по историческим причинам значительная часть польской оборонной промышленности расположена к востоку от Вислы. Утрата этого стратегического района лишит Польшу возможности защищаться, описывает САМОЛ возможный захват части Польши. В июле американский журнал Popular Mechanics заметил, что покупка Польши американских танков М1 Abrams, поступивших в 1981 году на вооружение армии США, является довольно примечательным поворотом событий, поскольку данные боевые машины изначально создавались для борьбы с советскими и польскими войсками на полях сражений в Западной Европе. В июне издание Defense News, ссылаясь на польскую прессу, сообщило, что Минобороны Польши ведет переговоры с американской стороной о возможной покупке до 250 танков версии М1А2 СПВ-3. Также в рамках сделки Польша захотела купить у США 10 гусеничных машин, которые потребуются для обучения. Общая сумма сделки варьируется от 2,9 до 5 миллиардов долларов. М1 Abrams должны заменить танки Т-72 и ПТ-91 Тварди.